В Брестском государственном техническом университете состоялся круглый стол, посвященный 70-летию начала освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Описание сражений и военной техники, рассказ о годах военного лихолетия, а также разговор об отношении к героическому прошлому у современной молодежи. Список тем круглого стола был насыщенным и разносторонним. Мы зараз означаем 70-е угодки, подшатку, вызволение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Я всю жизнь занимаюсь Германией и добро ведаю, что было бы, когда перемог германский фашизм. И только благодаря великому подвигу Червоной армии, великому подвигу советских партизан, великому подвигу союзников СССР по антигитлеровской коалиции, свет был выротованный от той великой погрозы, которую нес германский фашизм. Студентам и преподавателям была представлена уникальная возможность услышать историю великих сражений из первых уст. Ветеран Великой Отечественной войны Никандр Иванович Соколов, несмотря на почтенный возраст, с готовностью участвует в подобных мероприятиях и считает, что воспитание патриотизма и гражданственности молодежи начинается именно с изучения героического прошлого белорусского народа. Говоря о такой воспитательной работе, мы ветераны войны считаем, что это очень нужное и важное мероприятие, на которых мы с удовольствием всегда присутствуем и проводим вот эти мероприятия. Несмотря на расхожее мнение о том, что молодежь зачастую слишком легкомысленно и не очень хорошо знакома с историей, студенты технического университета уже традиционно участвуют во многих проектах Брестского военно-исторического клуба «Гарнизон» при городском комитете БРСМ. Участие в реконструкции знаковых сражений, поисковых экспедициях и вахтах памяти помогает понять и почувствовать, через какие тяжелейшие испытания довелось пройти героям настоящих военных действий. Именно молодежь Брестского государственного политического университета является тем самым костяком, на который у нас основная надежда молодежи. Именно студенты этого университета составили экспедицию, которая у нас была последняя в Закарпатье, то есть полностью у нас состояла из студентов этого университета. Основной состав молодой у нас опять-таки отсюда. Очень приятно видеть, что эти ребята не только активно участвуют в парадах на 9 мая, в реконструкциях на 22 июня, но и принимают большое активное участие в подготовке этих мероприятий, в полевых выходах, в различных памятных мероприятиях, в почетных караулах, в посещении ветеранов. Помнить и чтить подвиг советских солдат – святая обязанность каждого из ныне живущих. Ведь именно благодаря их мужеству, самоотверженности и бесстрашию, сегодня у белорусов есть одно из самых главных благ человечества – мирное небо над головой.